Всем привет! С вами Мария и вы на канале Алмазная вышивка и не только. Наконец-то у нашей пятничной рубрики появилось название, и это Пятница в алмазах. Напомню, что мы с вами его выбрали вместе с помощью голосования во вкладке Сообщества. И спасибо вам огромное за то, что вы помогли мне сделать этот нелегкий выбор. А начну я нашу Пятницу в алмазах с очень интересного сравнения двух одинаковых портретов от разных производителей. Сравнивать будем Хуасан и Азат QSD. Кто не знает, это два продавца на Алиэкспресс, можно сказать, одни из лидеров рынка. Но перед тем, как показать вам фотографии, я должна рассказать их предысторию. Фотографию этих портретов я получила от Ирины Щеголевой. Она оставила комментарий под одним из моих видео и рассказала, что делала алмазный портрет на подарок, заказала набор у Хуасана, но результат ее настолько не устроил, что она не смогла его подарить. Поэтому ради интереса заказала такой же портрет у Азат QSD. И теперь, благодаря Ирине, мы можем с вами их сравнить. Вот исходная фотография, а вот два разных портрета, которые в итоге получились. Конечно же, я взяла исходную фотографию и сама прогнала ее через паттернмейкер. Вы и сами можете это сделать. У меня на канале есть видео о том, как работать с этой программой, и с помощью нее как можно переводить фотографии в схемы для алмазной вышивки. Кстати, в одном из видео я вам также рассказывала о том, как производят тамборы в Китае. Там мы с вами видели, что они тоже пользуются программой паттернмейкер, и если вы пропустили оба этих видео, ссылки на них я оставлю в описании. Так вот, я сделала две версии схемы. Первый вариант – это схема без каких-либо дополнительных настроек. Просто прогнала за полминуты фотографию через программу, использовала 40 цветов и получила результат. Вообще говоря, получилось похоже на хуасановский вариант. И после этого я в той же программе немножко подкрутила контраст, чуть увеличила количество цветов, взяла не 40, а 50, и вот уже мы получаем куда более удачный макет. Это заняло у меня буквально дополнительных 3-4 минуты. Конечно, в этой битве победитель очевиден, но на основании одного случая я бы не делала каких-то глобальных выводов, потому что статистики по фотопортретам я не собирала. И вполне возможно, что у AZQSD тоже есть своя галерея плохих портретов. Ведь в этом деле важно и то, какая фотография, важно какая срочность. Понятно, что контроль качества в Китае в момент распродаж серьезно снижается. И опять же, все зависит от того человека, который делает вашу схему. Сегодня у него может быть хорошее настроение, завтра плохое. Сегодня это может быть один человек, завтра другой, если это посменная работа. Но чем больше нам с вами будут попадаться такие сравнения, тем более полную картину о продавцах мы соберем. Поэтому хочу сказать Ирине Щеголевой огромное спасибо за то, что она поделилась с нами таким интересным опытом. Но я все-таки буду как можно больше говорить в своих видео о том, как делать наборы для алмазной мозаики своими руками. Как самостоятельно делать схемы, холсты, или как минимум, как правильно выбирать фотографию для алмазного портрета. Кстати, у меня есть об этом видео на канале. На самом деле, на тему алмазных портретов я сняла сразу три видео подряд на своем канале. Было это очень давно. Первое видео было о том, как выбирать фотографию. Второе, как выбирать продавца. И третье, как делать заказ и согласовывать макет. Правда, потом я выпустила еще одно видео о том, что макеты на Алиэкспресс, как правило, не имеют никакого значения, поскольку они совершенно не совпадают с выложенной мозаикой. Но об этом я, к сожалению, узнала несколько позднее. Поэтому и видео вышло, наверное, на два месяца позже, чем основные три. И вот эти четыре видео, на мой взгляд, вам стоит посмотреть, если вы собираетесь заказывать набор по фотографии. Все ссылки я, конечно, оставлю в описании. Но, возвращаясь к теме самодельных наборов, я хочу озвучить задумку одной из моих зрительниц, Виктории. Да, это та самая Виктория, которая лучше всех оценила количество моих запасов лотков для алмазной вышивки. Кстати, вы наверняка помните то мое видео про мою коллекцию лотков. И мне до сих пор присылают в комментариях к тому видео свои догадки о правильном ответе. Но теперь зато я смело могу озвучивать правильный ответ, и это куда легче, чем держать интригу. Но я отвлеклась. Задумка Виктории заключается в том, чтобы сделать в нашей группе отдельный альбом для готовых работ по самодельным наборам. Магниты с счетной мозаикой, наборы по собственным схемам, которые распечатаны своими силами, какие-то подделки с алмазной вышивкой на необычных поверхностях. Все это можно будет выложить в новый альбом, и мне кажется, всем будет очень интересно узнать, что же можно сделать своими руками, не пользуясь наборами от массового производителя. Напишите мне в комментариях, как вам такая идея, есть ли у вас уже что-то, что вы можете туда выложить, или планируете сделать и выложить. Мне будет очень интересно почитать. Ну, а мы пока перейдем к другой теме. Как видите, я решила начать свою вазу. Те, кто смотрел обзор, знают, что я купила этот сюжет сразу в трех размерах. И в итоге для себя я взяла самый маленький из них, это 50 на 75 сантиметров. Поскольку моя единственная цель, это просто получить небольшой опыт в выкладке спецстраз, и заодно протестировать парочку стилусов, которые для них предназначаются. Но об этом в следующих видео. Пока что я выкладываю обычные по форме круглые стразы, и для этого использую обычный стилус. Все думала, хочу ли я как-то организовать этот процесс, использовать ли для этого органайзер, но потом поняла, что страз здесь совсем немного, и с дип-пакетами я отлично обойдусь. Зато я сейчас планирую организовать свой набор «Лунный замок». Там эта организация просто необходима, потому что страз очень много. Если вы не знаете, о каком наборе я говорю, то ссылочку на видео с его созданием я оставлю в описании. Это, кстати, один из примеров самодельных наборов, еще и выполняемых счетной мозаикой. Пока не выбрала сам органайзер, но думаю между органайзером с 30 баночками и органайзером моей мечты, где 42 контейнера. Но дело в том, что там хоть контейнеров и много, но среди них есть много больших. А вот в органайзере с баночками контейнеров поменьше, но и объем их поменьше. В общем, пока я в раздумьях. Ну и завершить нашу пятницу в алмазах я бы хотела тремя случайными работами из нашего альбома готовых работ. Напомню, любой может загрузить свою готовую алмазную работу в наш альбом ВКонтакте, ссылочку на который я, конечно, оставлю в описании. И сегодняшние три работы это «Невероятные часы» от Светланы Матвеевой, «Вот такой красивый натюрморт» от Екатерины Торкиной-Брасалиной и, не поверите, «Прекрасный букет» от Ирины Щеголевой. Да, той самой Ирины, которая прислала мне два портрета по одной фотографии, с которых я и начала этот выпуск. Хотя ничего удивительного, Ирина загрузила в наш альбом столько своих готовых работ, что рано или поздно генератор случайных чисел всякобы ее выбрал. И это, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А я с вами прощаюсь, хоть и ненадолго. Всем пока!